Привет всем, меня зовут Альтер, это реакция на сериал Саке, базар окончен, 14 серия. Прошлая серия кончилась тем, что Саке решил как-то избавиться, может, от Азамата. Но я не думаю сейчас уже, что он хочет избавиться от Азамата. То есть он его освободил от должности, мне кажется, он что-то реально ему получше, повыше предложит. Потому что, ну, мне, собственно, писали это в комментариях, чему я не был рад, конечно. Вот, что там еще было? Встреча? Будет? Нет? Антагониста с протагонистом, с главным героем нашим? Не знаю, но было бы круто, он как бы сам же должен решить, ну, хотел решить сам вопрос этот. Вот, и что будет с теми, ну, короче, друзья этого Саке. Не знаю, наверное, тут все сейчас расскажут. Я не помню, сколько количество серий в первом сезоне, но я надеюсь, это не последнее. Короче, давайте смотреть. Ты должен думать о народе. Принеси мне то, за что можно его за яйца схватить. Тебе надо покинуть пост зам Акима. Да уж, по-моему. Слушай, ты, конечно, не обижайся, я просто здесь подумал. По-моему, ты пост зам Акима по благоустройству должен покинуть. Савет Саматович, если вы думаете, что так будет правильней, то без проблем. Если это все, я пойду, так сказать, другую работу искать. Знаешь, я тебя уже нашел. Другую работу. В смысле? Теперь ты руководитель аппарата. Кто? Вот веселуха начнется сейчас. Хочу вам представить нового руководителя аппарата Акима Чапаевского района, Азамата Ярланыча. Спасибо. Ну что, начинайте. Спасибо. Ну, еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. Во-первых, большое спасибо за доверие, Савет Саматович. Для меня огромная честь занимать такую ответственную должность. И с вашего позволения я хотел бы внести кое-какие корректировки. Сразу даже? Ну, даже время не есть. Откуда времени подготовиться? Я хотел бы пройтись по дисциплине, уважаемые коллеги. А с сегодняшнего дня никаких джипов и дорогих машин. Если вдруг захотите ехать на работу на своих машинах, то лучше тогда не едьте. Это во-первых. Во-вторых, отныне в Акимате никаких родственников, однофамильцев и никаких бакесаки. В-третьих, прекратите обедать в рабочее время в дорогих ресторанах. Увидим – уволь. Далее. И как вы и сами слышали, Саят Саматович уволил многих сотрудников. Это вам должно служить примером. Поэтому я хочу увидеть здесь тех, кто действительно хочет помогать народу. Спасибо. Конечно, не самые добрые слова, но зато эффективные и по факту. Кстати, Айгуль Маратов, по поводу кадров. Мне не нужно, чтобы вы набирали там по звонку или по боке, по соке. Все должно быть официально, по закону, через портал. С обезьянами будет принимать сам лично Азамат Ярланович, под свой контроль. Понял. Ну, если вам нечего добавить, мне в принципе тоже. Все, спасибо, до свидания. Я рад. Ну что, кто? Поздравляю. Да, Саят Саматович, хорошо, что я вчера открыл тот коньяк. Поверь мне, если бы ты мне принес бы этот коньяк, на самом деле, я бы тебя никогда в жизни на работу не взял. Ладно, шучу. Теперь по поводу работы, так, я хотел сказать, так, все вспомнил. Пока наших замов нету, многих я уволил, сам знаешь. Поэтому их обязанностью будешь заниматься ты. Понял. Хорошо? И сразу такое поручение. Есть вот этот базар Чапаевский, там очень много жалоб. Говорят, он что-то там хочет продать, переделать. Короче, там, по-моему, много проблем. Пойти, разобраться. Ну, в принципе, что тебе объяснить. Хорошо? Все, спасибо большое. Хорошо, поздравление. Сейчас, Саят, меня, пожалуйста, пригласи. Окей. Талгат. Что там? Скажи нам, что нам делать? Мы в минусе. В смысле? Ну, в смысле. Ни денег нет, ни стройки нет. Я в курсе. Да, в общем, нужно чуть-чуть перетерпеть. Талгат, скажи мне, как ждать? Мне нужно, во-первых, рабочих кормить. И нужно покупать материалы. Ну, ты знаешь, сейчас у нас жады не из лучших. Просто там в Акимаде люди гнилые оказались. Поэтому нам сократили бюджет на 50%. Талгат, дорогой, я все прекрасно понимаю. Ну, от этого не меняются требования. Ты же знаешь, Азамат нас постоянно проверяет. Мне сейчас что, материал точно по смете брать? Да нет, конечно. Зачем по смете? Просто возьмите чуть лучше, чем хотели. Вот и все. Ты же знаешь, он нас будет каждый день проверять. Он же дотошный. Запарил, ты вот не нагнетай, а? Я знаю, что он жопа творится. Ну, блядь, что мне делать? Я сказал, надо перетерпеть, переждать. Вот и все, блядь. Сколько мне ждать? Мы не успеем, Талгат. Я не знаю. Сегодня чуть позже в Акимаде съезжу. Там этот Саэд собирает всех подрядчиков. Думаю, давай решим этот вопрос. Хорошо. Талгат, ну хотя бы скажи нам, по арматуре что нам взять? Двадцатку, тридцатку, что нам... Это не можете решить без меня, что ли? Я что, строитель, я откуда знаю? Хотя бы вот этим занимайтесь, мне. Задолбали, блядь, беспомощный вон, мангарш, а? Работайте, блядь. Блядь, бэхо не полностью в кадре. Могли бы чуть-чуть... Че там? Да гнида вон, свою мажу сокращать не хочет. Она в стройке экономит. Там слух ходит, что Аким больше с ним работать не хочет, как раньше. Да с такой гнидой кто работать будет? Айда. Салон Астерма. Здравствуйте. 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 Помидоры почем? 1600 гг, берите. А почему так дорога? Ну здесь у всех такие цены. У нас аренда большая, поэтому цены такие. А в целом торговля как? Шикар, не жалуемся. Просто если будем жаловаться, то прощение придется просить. Вы же знаете, как обстоят зла. Если нас отсюда уволят, туда мы пойдем. Да, в принципе все понятно. Два килограмма здесь есть? Хорошо? Хорошо. Так, добрый день. Хорошо, Рахмит. Нормально? Да. Я тут смотрю, у вас как-то где офис? Секретарша появилась. Ну, Азамат Ярландович, бездя Адам Булайхта. Как вы сказали? Адам Булайхта? Правильно. Но только у вас это плохо получается. Я слышал, тут у вас наоборот не по-человечески поступают. Калай-галай. Люди жалуются. Говорят, на рынке беспредел творится. Вы, оказывается, цены на аренду завышаете. И, соответственно, повышаются цены на продукты. А их нельзя повышать. Вы же это прекрасно знаете. И вы вместо продуктов хотите поставить вещи. Это правда? Не совсем так. Ну да, в принципе, как ремонт закончится, здесь вещи будем продавать. На каком основании? Ну, здесь основание кирижу, мне кажется. Мы же уже решили это. С кем решили? С Селиасом. Он же за торговлю отвечает. Вы у нас вроде за благоустройство, правильно? Так что вам напрямую с Селиасом надо поговорить. Он сам все вам объяснит. А мне ничего объяснять не надо. Селиас не то, что за торговлю. Он за себя сейчас не может ответить. Поэтому его и уволили. Калай уволили. А кто сейчас вместо него? Я. Да? Кто? Ад за вас. Ахмед. Ну, тогда, Азамат Иванович, я вам сразу скажу. Этот базар официально по договору на 10 лет в аренду взял. Поэтому я здесь в течение этого времени могу делать, что хочу. Вы же прекрасно понимаете. Это же бизнес. Так что магазин основания кирижу. Да, аж так. А я вам так скажу. Я найду такие основания, чтобы расторгнуть с вами договор и вернуть рынок обратно государству. И мне пофиг, с кем вы договаривались, с кем вы решали. В данное время вы говорите со мной. Я вам лично заявляю. Если вдруг начнете самоуправление, если будете завышать цены на аренду, и кого-нибудь уволите, я вас лично буду душить в течение 10 лет, пока договор не закончится. И поверьте мне, я найду за что. Так тоже нельзя. Как-никак я же не бесплатно этого добивался. Вы же знаете. А я тут при чем? Вы спрашиваете с тех, с кем договаривались. А я конкретно буду спрашивать с вас. И при чем? Буду очень жестко спрашивать. Я вас понял. В смысле? Ну, вы же что-то хотите. Да. Я хочу, чтобы вы не поднимали аренду людям. Я же видел документ, сколько вы оплачиваете за аренду государству. Почти бесплатно. И поэтому вы не имеете ни малейшего права поднимать цены на аренду. И не меняйте на вещевой рынок. Люди будут жаловаться, что продукты подорожали, жить сложно. И во всем этом они кого будут винить? Нас. А конкретно Акимады. А таким, как вы, похрен. Вы же только о себе думаете. Все, базар окончен. Хорошая фраза, да? Вообще хорошая. Ну и как раз в тему. Алике? Я все ждал, когда... Помидор попробуйте? Очень дорогой. Позор шок. Ну, добрый день. Самые мои любимые, очаровательные подрядчики. Для чего я вас здесь всех собрал? Наверное, в курсе? А где другого? Это был сарказм, да? А, плюс еще и догадливый. Конечно, это был сарказм. Что я хотел с вами обсудить? Все ремонтные дороги и так далее и тому подобное занимаетесь только вы, моя самая любимая, омерзительная восьмерка. Ну, я думаю, потому что им выгоднее работать с нами, Александр Матвич. Кому тут и выгоднее работать, это, наверное, вам, Талгат. Как бы да, но вы же тоже получаете от этого удовольствие. Я не знаю, про какое ты удовольствие мне говоришь, но если есть у тебя какие-то доказательства, я не знаю, может, ты какой-то видеоматериал снял, ты можешь пойти и пожаловаться в прокуратуру. А пока не мешайте мне, пожалуйста, проводить совещание. Так вот, я хотел узнать прежде всего, кто же у нас строил 312-ю школу? Я, Александр Матвич. Скажите, пожалуйста, а ваши дети в какую школу ходят? В частную. А знаете, почему они ходят в частную школу? А почему? Потому что там поставщики хорошие, они хорошо строят, там более ответственные. А вот, насколько я знаю, я уже спрашивал, вы живете напротив школы. Но почему-то ваши дети именно ходят в частную школу. Так что, готовьтесь, к вам обязательно скоро придет проверка. Все. Дальше. Скажите, пожалуйста, кто у нас клал асфальт по улице Ашимова? Все правильно, вы не ослышались? Клал, именно клал. Мы, Александр Анатольевич. Мы это кто? Мы с вами. Так, 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 это вы у нас кто? Туо, гор, строй, мар. Я всегда хотел вас спросить, вы по какому направлению работаете? То в медицину лезете, то в школу строите, то дорогу, то реки. И знаете, самое интересное, вы все на это клали. Вы только в этом году выиграли 12 тендеров. Хотя мне сказали, что 8 тендеров. Это что получается? Кто-то у нас крыси? Ну, во-первых, то, что их выиграли, это, конечно, ваша заслуга. А во-вторых, с крысами надо по крысинному. О, кстати, про крыс. Спасибо, что напомнили. Чуть не забыл. Кто у нас отвечает за дезинфекцию в нашем районе? Да, я, Саид Саматович. Мы каждый год, каждый сезон проводим. Дезинфекцию. Хреново вы проводите? Смотрите, сколько у вас крыс тут завелось. Саид Саматович, я не понял, мы тут для чего вообще нас собрали? Отчитывать или хамить? Куда я сахтался? Вы же мои любимые поставщики. Как я могу вам хамить? Давайте теперь по делу. На следующий год, конечно же, будут новые тендера, и все вы там будете участвовать обязательно. Но я вам обещаю, что такой халявы больше не будет. Потому что на следующий год ваша компания, ваша ТВО, то есть, будет максимум участвовать в одном тендере. И пока вы его не закончите, второго тендера вы не получите. И как это вы собираетесь здесь делать, Саид Саматович? Это же просто физически невозможно. У нас же всего лишь 8. Брать по одному тендеру и ждать несколько месяцев, а кто тогда будет район застраивать? Это сейчас вас 8. А завтра вас будет в 80. Если кому-то что-то не нравится, я вас не держу. А вот мне кажется, что кто-то из ваших хочет собрать побольше подрядчиков, чтобы больше денег капало. Ну, если где-то и капает, это у вас на объекте, когда вы хреново делаете работу, потому что вы забиваете, как на асфальт. А то, что в этом году вы выиграли, вы по-любому кому-то занесете. Конечно. И вы его очень хорошо знаете. Ну, и слава Богу, что мы его знаем. Потому что следующего года все будет по закону. Ну, так как вы в этом году выиграли какой-то тендер, и вам обязательно надо принести процент. И эти деньги вы будете приносить Мурату. За эти деньги будет отвечать Мурат. В смысле? В прямом смысле. Ты у нас теперь будешь отвечать за общак. Общак – это дело святое, вы сами знаете. Ты будешь следить, пересчитывать и так далее. А что? Я же не хочу, чтобы вы этот процент себе забрали. На свою роскошь. Мерседес, айфоны, на любовницу и кто кого. Лучше давайте эти деньги возьмем и раздадим малоимущим, например, многодетным мамам, инвалидам. Но если, я почему-то не сомневаюсь, будет прям большая сумма, тогда построим детский дом, больницу, или, не знаю, квартиру раздарим. Как вам такая идея, ребята? Идея хорошая. У меня есть еще одна идея. Можем, допустим, построить какое-нибудь СИЗО, потому что сейчас есть некоторые такие чиновники, которые якобы правильные, но на самом деле глубоко копнуть, фу, можно много грехов найти. хорошего предложения слушай ну мы обязательно в этой сезоне посадим подрядчик конечно сейчас это смешно но когда завтра придет проверка не только сакимата но из прокуратуры я думаю вам будет не до смеха поэтому все что я вам сказал надо выполнить всем ясно ну если ясно слава богу разговора очень до свидания пока все а вы строите медленно так же как и уходите да и такой кстати талат у меня есть к тебе маленькая просьба ну вот так можно соблюдать со мной субординацию конечна спасибо слушай поэтому погуля я поставщиками не курю хорошо наверняка же вы с ними общаетесь сделаю вам последнее одолжение и пообщаюсь это чё за херня царя ты чё нас душит решил что я не понял нас никто не душит я просто решил работать правильно с каких это пор ты стал таким принципиально бля это крыса бля начал двигаться с этим азаматом и насчет рассчитывали дону джипты добиваешься справедливости что все было правильно чёбаный в рот комфорт бля довольно без этих вот формальности без этих соплей а все из-за тебя же сам сам уже бы на вашу все ты знаешь кто такой ханатага нет я тебе скажу кто такой ханатага если ты не прекрати опять нас душить ты хорошо познакомишься с этим ханатага а твой ханатага знает кто я такой ну да бля ну все передай ему что мне похрен пошел он жопу ты не забывай благодаря кому имеешь машину хату ты чё забыл да вспомни каким-то никчемным сопляком сюда пришел а слушай это я научил тебе движение мутить это я тебе наладил жизнь это я тебе устроил все вот это все я как от вас закончилась так вот слушай меня теперь я с тобой полностью согласен это всему обучил ты меня да коррупции тендером как заниматься откатами всякими вот эти твоими любимыми крысиными движениями все научил ты я согласен теперь все я изменился такого не будет вот тебе понял они тендеры все лавка закрылась жестко так то значит что хрень с тобой совет но знай я буду вечно дорожить нашу дружбу и когда вот тебя закроют я сам лично вечно буду отправлять тебя к речку к речку понял пожалуйста только не пугай меня пуган все разговор закончен свободе гнида неблагодарное да 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 ну давай крыса я не здорово я думал сорвется там сейчас угадутся столкнуться как-то ну ничего сдержанно ты чего пугаешь ее мою цели сама то что это так и дедная мама пришла и чё квартиру вы подарили помните вот она этот подарок принесла Слушай, иди в жопу, а? Ты как-то можешь отличать подарки, где здесь можно показывать, а где там показывать? Я как лучше хотела, просто там... Ладно, все, 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 извини, извини, я просто... Ну что теперь? Все, себе все оставь себе. Шоколад, шоколад. Ой, шоколад, все, ой. Я шоколад люблю. Все, молодец. Так, толстый. Слушай, странно, что-то все хуже, я не знаю. Я же говорил, по-любому не мутится ядно. Так, короче, ребят, там он, блядь, пиздец, охренел. Все, давай. Это что за дела, ребят? Я не при чем, я буду перебутывать. Ребята, бля, больны, я по-другому не пушкай. Давай еще раз, давай. Давай. Вот теперь ровно восемь. Ровно столько, сколько прошло дней. А хотя, сколько я тебе дней давал? Тим, семь дней, холода. Семь дней, пожалуйста. Простите, пожалуйста, я все сделаю, я все, все, все решу. Холодара, пожалуйста. Нет, толдат, уже поздно. Ты же знаешь, я не люблю безответственных людей. Холодара, пожалуйста, дайте, дайте, дайте один шанс, одну попытку, пожалуйста. Без проблем. Дайте ему еще одну пытку. Я сказал попытку, а не пытку. Ах, да. Мне просто послышалось пытку. Раз ты не хочешь, я больше пытать не буду тебе. Спасибо, Антон. Атон, я все сделал, честное слово, я клянусь, я все решу. Не выстрелил. Да, блин. Блин. Что за херня, бля? Заголебал, а? Сон, ётвою мать. Я еще думаю, нехорошо сидит. Да, просто, бля, страшно. Алло, где она? Это, надо срочно увидеться. Да, срочно надо увидеться. Туда же. Бестой давай. Хорошо, хорошо. Не надо кричать, я вас понял сразу. Плохо. Хорошо. Давайте еще одну. Ребята, пожалуйста, проходите по ссылке. Ну что, классная серия, опять же, очень круто. Прям, я не знаю, будоражит. И Азамат хорош в этой серии. Раздавал по полной программе. И Саят. Я вообще, если честно, не ожидал. Я думал, что он все-таки, ну, избавится, типа, от управляющего места. И уже с подрядчиками там будет как-то пытаться наладить дела. Но нет, он реально изменился. И очень круто изменился. Я, короче, очень рад за него. Получается, так, и Азамат уже все правильный, короче. Ну, то есть, он и был правильный, но продолжает по своему пути идти. И Саят встал на правильный путь. Фиг знает, конечно, там еще вот эта девушка. Она появилась в одну серию, типа, ее еще не было. Ну, когда она, видимо, в следующей серии появится. Вот он ей, наверное, долго звонил. Все-таки, а что она может сделать, вот интересно. Не знаю, ну, может как-то в будущем чего-то, чего-то как-то. Не знаю, ну, даже если... Короче, рано еще пока думать. Но с Азаматом пока все круто, с Саятом все круто. Талгат вообще в безвыходной ситуации какой-то. Везде просто им кислород перекрыли. И друг у него там в плену. И Саят в итоге отвернулся от него. Да, типа, они дружили. Он ему все... Он его всему плохому обучил. Ну, коррупции и так далее. Все эти схемы мутить. Но в итоге... Я бы, наверное, на месяц Саята вообще вернул бы все, типа... Если бы я прям до конца правильно был, не устал. Я бы сказал, забирай. Мне сегодня не надо. Как отец пришел и отдал ключи от машины, там, от дома. Саята. Вот. Да, не знаю. Мне кажется, Саят, он как бы... Понимает... Для него... Для Талгата, короче, Саят друг. Ну, типа, они друзья были. Но Саят, мне кажется, не того мнения. Он как будто реально просто проснулся. Вот и понял то, что... На самом деле, он был не друг. Ну, потому что он и, собственно, видел то, что... Тот был связан как-то с прослушкой и так далее. Да и вообще, это все вина самого Талгата. Это он пустил слушок. Как его Канатага этот отчитывал за это. То, что если бы этого не было, все было бы на Мази. Все было бы нормально. Так что... Вся завязка вообще из-за того, что Талгата этот пустил слушок. Так, ну и все, по-моему. Что тут было? А, ну и сон. Да блин, заколебали вы все. В прошлой серии я повелся. В этой серии я повелся. Мне кажется, еще третий раз будет. Ну, я не знаю. Я уже... Вот в следующий раз я уже, может, даже не поверю в то, что... Там как-то он будет его пытать. Или еще чего-то. Мне уже будет казаться, что это сон. Нельзя много, короче, борщить этим всем. Вот. Че, про че я не сказал? Стройщики, конечно. То есть, стройщики. Строители, которые попрощались потом с Талгатом. Ну, вот прям строители. Просто почему подрядчика не похерачить, не похуй сосить. Вот. Так, директор этого рынка. Ну, такой какой-то персонаж, конечно, отталкивающий. Но нормальный. У чувака тоже своя правда, как бы у него были до этого чуваки, с которыми он там договорился. Он аренду платит и так далее. Поэтому его тоже можно было понять. Но сейчас уже другие правила. Очень крутая серия. Прямо каждая новая серия все круче и круче. Ну, по-моему, прошлая была вообще прям очень крутая на повороты. Да и это тоже хорошее. Очень рад, короче. Я здесь за Азамата, Саята. И, ну, Канатага, да, он, по-моему. Короче, вот антагонист, злодей. Он тоже очень хорош. Как всегда. С нетерпением жду пятнадцатую серию. Сколько их? Шестнадцать вроде. Что-то мне так казалось. Ну, не знаю. Жду. Я надеюсь, уже второй сезон тоже как-то готовится. Хотя, наверное, тоже летом будет. Нет, хотя они, наверное, уже отсняли его. Может, он может на постпродакшен. Фиг знает. Короче, вы все поняли. До скорой встречи. Check it out.